Здравствуйте! В эфире культурная эволюция, еженедельное обозрение культурных событий и явлений нашего города. Меня зовут Вячеслав Рязаков и сегодня в нашей программе. Дом Самобранка. В Петергофе после реставрации открылся павильон Эрмитаж. Есть один настоящий инструмент, старинный. Этим инструментом бекмейстер хочет ночью соблазнять меня. Нюрнбергский мейстер Зингеры. В Мариинском театре премьера единственной комической оперы Вагнера. Характер инструмента боевой, боевой, но интеллигентный. Лауреат конкурса Чайковского Иван Синдецкий о рисках на академических конкурсах и надежности классических инструментов. Плавали, знаем. По волнам киномузыки Исаака Шварца. Выставка к столетию композитора на Ленфильме. События недели. Нюрнбергский мейстер Зингеры. В Мариинском театре к 200 десятилетию со дня рождения Рихарда Вагнера объявили месяц Вагнера и показывают его знаменитые оперы. Включая и премьеру. Вот эту единственную комическую. Ну, как комическую. Вообще смешного Вагнера мало. Как в явлении. Радостно уже то, что мы давно научились отделять этого довольно неприятного человека от его музыки. Его одиозные расовые политические взгляды скукожились в тени произведений, возносящих превыше любой силы любовь. Вот и мейстер Зингеры тоже о торжестве любви над одиозностью. Ну, а что до комического? Ну, тут скорее можно вспомнить одиозность, с которой воспринимают музыку композитора. Помните? Исполнение оперы Вагнера начинается ровно в шесть. По прошествии двух часов вы смотрите на часы, а они показывают шесть двадцать. Так вот, все происходит ровно наоборот, если оперы Вагнера хорошо исполняются. Продолжительность мистер Зингера в Мариинке – пять тридцать пять. После премьеры время на афишах изменилось – шесть часов пять минут. Тем не менее, 30 июля в Мариинском исполнят это произведение дважды за день. То есть в один с утра они начнут, но и закончат после полуночи. Вы все еще не верите в чудеса со временем? Павел Богданов с премьеры. Это церковь Святой Екатерины в Нюрнберге. Именно здесь рыцарь Вальтер после богослужения встретился с Евой Покнер. И именно здесь впервые выступил перед мастерами пения – мастер Зингерами. Вагнер вообще всегда скрупулезно изучал исторические источники. И эта опера – характерный тому пример. Ведь имена и профессии двенадцати мистер Зингера в композитор берет из книги, посвященной их творчеству. Жестянщик, пекарь, башмачник – музыка для них фактически хобби. Но внутри самой гильдии четкое разделение – от певца до мастера. Только последние могли исполнять произведения собственного сочинения. Мы почему брали несколько переводов? Потому что очень трудно русскому человеку понять немецкий юмор. Это немножко другая специфика. И образ. Там очень много ремарок. У Вагнера, у самого написано на каждом такте. И эти ремарки имеют значение, как переведены. Еще один важный штрих. Вот эта доска смелым в руках городского писаря Бекмессера – тоже не художественное преувеличение. Так фиксировали ошибки певцов, которые хотели вступить в гильдию. Бекмессер сидит в специальной кабинке для метчиков, чтобы не видеть исполнителя. А сам соискатель на специальном стуле, вставать с которого во время пения запрещено. Но молодой рыцарь ломает все каноны. И традиция, и академическое искусство периодически требует какого-то свежего нового вливания, свежей крови, свежей мысли, молодости, незамыленности. В том числе, это одна из основных тем этой оперы. Может быть, даже и основная. Ганд Сакс – реальный исторический персонаж. Башмачник по профессии, музыкант по призванию. Он сочинил более 30 томов песен. И в течение шести лет возглавлял гильдию мейстер Зингеров. Его творческое наследие в своих стихах восхвалял Гёте. А еще Сакс – альтер-эго самого Вагнера, который даже подписывался его именем. Видя такое внимание к деталям, понимаешь, почему композитор сочинял эту оперу более 20 лет. И из идеи небольшого сатирического ответа Тангейзеру, где тоже речь идет о соревновании певцов-рыцарей, появилось такое масштабное, почти пятичасовое полотно. Это был вызов, который он бросал тем, кто его критиковал за то, что у него нет хоровых сцен. Он сделал три великолепных хоровых сцены в этой опере, которыми заканчивается каждое действие. Ему говорили, что он не пишет ансамблей. Он написал великолепной красоты квинтет. То есть это невероятно сложный по насыщенности. Вот смотришь партитуру, там столько количества просто строк, где поют все разное, все о разном, но в то же время потом происходит некое событие, которое приводит к какому-то разрешению. Там нет ничего запредельного или непостижимого. Вся жизнь человеческая строится на простых вещах. Поэтому если человек будет в каждой профессии искать совершенство, то мир будет становиться все лучше. И в этом нет какого-то серьезного, глубокого смысла, хотя сама по себе эта вещь является глубокой. Впервые мастер Зингеры появились на сцене Мариинского в концертном исполнении больше двух лет назад. И с тех пор идея поставить одну из самых масштабных опер Вагдера не оставляла Валерия Гергиева. Размак задуманного и воплощенного в финальном третьем акте. Десятки артистов на сцене и грандиозные декорации, сделанные фактически вручную, от начала и до конца. Как наглядное доказательство, нынешний Мариинский театр – это настоящая современная гильдия мастеров. Слово «Африка» на этой неделе было одним из самых часто используемых и в нашем городе, да и в стране. Причина – саммит «Россия-Африка» – экономический и гуманитарный форум. Напоминать об искусстве этого континента взялись и лучшие музеи. В Эрмитаже открылась выставка «Красота как ритм» – женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства, государственного Эрмитажа. Но я напомню, что в главном штабе действует постоянная экспозиция африканского искусства, а вот что же значит «красота как ритм»? В сжатом виде – это мысль французского и сенегальского поэта и философа Леопольда Сингора, писавшего, что для африканцев критерии прекрасного способны вызвать эмоции. Статуэтку Дагонов, пишет он, совсем не напоминает образ прекрасной женщины, но захватывает, потому что пронизанная ритмом. Здесь важна не гармония черт, а суть, ухватить которую пытались еще первые художники человечества, авторы палеотических венер, ну или, если хотите, как пел Вертинский «Нужна не женщина, мне нужна лишь тема». Как раз пять таких деревянных женских статуэток разных африканских культур составили высказывание выставки «Иная, непривычная для европейца красота». Ту же задачу постараться понять эту незнакомую красоту на примере уже современных художников Африки поставили перед собой кураторы выставки «Перевернутая сафари» в Манеже. И вот первые отзывы. Не буду лукавить, я не понимаю современное искусство, но тема Африки показалась интересной. Глубинный смысл работ так и остался неразгаданным мною, однако знакомство с ними подарило новые яркие впечатления о новаторских техниках, неожиданных материалах и их своеобразной красоте. Посетили выставку «Перевернутая сафари. Современное искусство Африки». Очень завлекательно о ней рассказывалось. Реальность же нас разочаровала. То ли нет талантов среди современных африканских художников, то ли не смогли российские галеристы завлечь таковых. Там есть и обожаемые мной подлинные этнографические артефакты, магические маски, статуэтки и работы современных художников, которые для меня стали настолько удивительным открытием, что я до сих пор не выбралась из глубины чего-то яркого и магического. Поймала себя на мысли, я ничего не знаю про этот континент, кроме беднейшей, сафари, алмазы, бесконечные войны. На выставке много картин из-за интересных материалов. Кофе, переработанный пластик, пластиковые ножи, атлас и так далее. Советую посетить. Запечатлеть уходящую натуру – одна из миссий художников во все времена. Они спасали для нас настоящее от времени. Которое, помните прекрасную метафору Стивена Кинга, Лангольеры – чудовище, в буквальном смысле пожирающее прошлое. Спасти от них время можно по-разному. В Московской галерее Измайлова открылась выставка «Дверь в квартиру номер 10», где первопрестольная запечатлена в мягком мультяшном материале – пластилине. Автор таких вот слепков настоящего, художник Алексей Микулин, получил известность благодаря соцсетям. Каждая работа его моментально расходится по блогам. Просто потому что на фото все словно это фото. С документальной достоверностью художник лепит архитектурные макеты зданий и интерьеров старого города, а неакадемичный материал придает им теплоту и ироничность. Старые дома, стены, двери, лестницы, предметы и сам свет – как из далекого детства художника. Воспоминания не исчезают, они немного тают, как пластилин на солнце. В общем, посмотришь на такое, и настоящий старый город тоже выглядит каким-то игрушечным. Другое дело, чтобы вот он таким выглядел. Нарядными и яркими, как куколки, дома делают другие. Очень серьезные художники – реставраторы. Недавно в Петергофе завершилась комплексная реставрация павильона «Эрмитаж». Ну, просто игрушка. И на вид, да и не только. Подробности у Анны Орловской. Вообразите себя гостем на приеме у Екатерины Первой или Елизаветы Петровны в Малом дворце. Вы садитесь за стол с яствами, и вдруг происходит такое. Механизм подачи блюд поражал воображение тогда и удивляет сейчас. Как устроено это и другие диковинки Эрмитажа в Петергофе, прототипа всех российских Эрмитажей покажем. Повод для тура особый. Миниатюрный двухэтажный павильон предстал во всей красе после двухлетней реставрации. Он был построен по заказу Петра Первого архитектором Браунштейном, хотя сам император побывать в нем так и не успел. В году моде на уединение павильон предназначался для трапез в узком кругу и потому окружен рвом. Однако Эрмитаж страдал от сырости, а сам ров не наполнялся водой до нужного уровня 200 лет. Реставрация с применением современных материалов наконец позволила выполнить задуманное. Мельчайшая, так сказать, провеха гидроизоляции приводила к затоплению подвалов. Были обнаружены исторические кирпичи, они даже в некотором количестве присутствуют в конструкции рва до сих пор. Удалось вернуть и исторический цвет фасаду, близкий к апельсиновому. К слову, мост к павильону был подъемный, да и лестниц, ведущих наверх, намеренно не было. На протяжении всего XVIII века монархи династии Романовых приглашали сюда своих гостей и развлекались в кресле, поднимали наверх и попадали на второй этаж. Что было в XIX веке? Значит, император Павел I здесь обедал со своей семьей и своими гостями. Оборвался трос, монархи застряли на втором этаже. И после этого было дано распоряжение построить лестницу. По ней сегодня мы попадаем в верхний зал, стены которого покрывают 124 картины. Большая часть из них отреставрирована. Это собрание живописи ведущих художественных школ Европы XVII-XVIII веков. В 1808 году часть полотен сгорела из-за пожара, вызванного фейерверком. Изначально в коллекции Ромитажа было 18 полотен, из которых сегодня сохранилось лишь одно. Это чаша Диогена, художника из Голландии из XVII века Николаса Розундаля. Сейчас мы можем видеть еще ее и тактильную модель. Еще одно открытие связано с этой работой XVIII века. Ранее безымянная картина «Стадо коров на пастбище» скрывала под красочным слоем имя автора Иоганна Фридриха Вейча. Но особое чудо павильона – подъемный стол на 14 персон. Его устройство позволяло обходиться без слуг. У нас сейчас четвертая перемена блюд – сладкий стол. А вообще их могло быть и 8, и 4 часа опировали, и больше. И вот император, например, хотел, чтобы поменяли накрытие стола. Что делал император? Он брал шнурок, вот с такой симпатичной кисточкой, да, и просто-напросто дергал. Если гость желал иное блюдо, он писал об этом на дощечке и дергал за шнурок у своей тарелки. Внизу раздавался звон колокольчика. Здесь расположены чуланцы, буфетная и кухня, где готовили изысканное кушанье. Здесь во всей красе предстал и подъемный механизм. Чтобы привести в движение стол, не обойтись без силы прапорщиков липгвардии Преображенского полка. Окна павильона открывают вид на Финский залив. Удачное расположение здания привлекло внимание немцев в годы Второй мировой войны. Тогда Эрмитаж сильно пострадал, а паркет на втором этаже долгое время скрывал следы оборудованных оккупантами орудийных позиций. Сегодня павильон Эрмитаж полностью восстановлен, а идея Петра Первого, наконец, воплощена в полной мере. Смотрите далее в культурной эволюции. У нас оркестр-то маленький, а музыканты большие в нем играют. Маленький оркестр и Алексей Гоман впервые выступили в Петербурге. Характер инструмента боевой, боевой, но интеллигентный. Лауреат конкурса Чайковского Иван Синдецкий о рисках на академических конкурсах и надежности классических инструментов. Инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет» на новой сцене Александринки. Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского – своего рода Олимпиада музыкального мира. Неудивительно, что событие завершилось уже месяц назад, но его отголоски слышны и сейчас. Ну а осенью они станут даже громче. С началом нового музыкального театрального сезона. Первые его события на днях анонсировал Мариинский театр. И сразу же на начало сентября запланирован, можно сказать, марафон чествования лауреатов престижного конкурса. Четыре ярких вечера на сцене концертного зала в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением самого маэстро Георгиева будут выступать лучше из лучших. Почему бы не познакомиться с триумфаторами конкурса, восходящими звездами заранее? Герой нашего сегодняшнего сюжета – виолончелист Иван Синдетский. Эту вершину, финал конкурса Чайковского, он покорил с третьей попытки. И хотя медалистом не стал, получив четвертую премию, говорить и спорить о себе заставил. Выбрав для финального состязания небезопасные и проверенные произведения Шостаковича или Прокофьева, а сложный, написанный для Мстислава Ростроповича концерт Витольда Лютославского. Концерт, названный затем «Историей о Дон Кихоте XX века». Смелый выбор оценила Александра Маморина. Качество, которым вы в себе гордитесь? Трудолюбие. Качество, которое, наоборот, мешает вообще по жизни и заниматься музыкой? Хочется все здесь и сразу. Лучший комплимент, который вы получали, или оценка? Гений. Да, было дело. Ощущаете себя гением? Нет. Знакомьтесь, Иван Синдецкий, человек, художник, велончелист. Так он сам себя представляет в своих соцсетях, хотя описание могло бы быть и попышнее. Лауреат конкурса «Новые имена в Москве» и юношеского конкурса имени Чайковского. Победитель всероссийского музыкального конкурса и обладатель спецприза основного конкурса Чайковского 2019 года. И вот, наконец, лауреат этого состязания в 2023. За перечнем успехов и побед, разумеется, характер. И речь не только об упорстве, но и стремлении в любом зале слушателей в себя, если не влюбить, то точно захватить все их внимание. Выступление Синдецкого с концертом Витольда Лютославского стало самым обсуждаемым в финале нынешнего конкурса Чайковского у виолончелистов. Вот что в этот момент происходит в голове? Вы помните? Гукет абсолютно всего. Всех в перемешку с эмоциями, с мыслями. Ничего не понятно. Я даже специально не репетировал эту каденцию, которая идет около трех минут с оркестром, чтобы они не знали, что происходит. Это самое прекрасное, когда погружен не только ты в музыку, а когда погружен весь в зал. И все сидели в ожидании. Когда? Я сейчас, конечно, задерматизирую. Сейчас первая, сейчас ранится или позже. Какие минуты сейчас? Какая цифра? И все сидят, ждут и смотрят. То на меня, то на дирижера. Это определенный характер. Но это был рискованный выбор. Почему все-таки на такой риск хотелось пойти? Ну, во-первых, это присущи моему характеру. Я в этом смысле очень рад, что я люблю рисковать и рискую. Мне важно было не показать себя, знаете, вот как бы галточки, аккуратненько все сделано, вот такой вот замечательный. Нет, мне важно было вот выйти на пьедестал и сказать свое слово. Иван – представитель музыкальной династии. Наверное, еще и потому для него так важно говорить со сцены своим собственным голосом. Его отец – заслуженный артист России Алексин Децкий, концертмейстер группы виолончели симфонического оркестра Мариинки. Тем удивительнее, что играть на виолончели Иван начал по музыкальным меркам довольно поздно – 8 лет. Я на самом деле очень счастлив, что у меня есть именно виолончели, а не скрипка или фортепиано. Они прекрасные инструменты, но виолончель, она даже тактильно мне очень близка, потому что ты как, знаете, вот это объятие, да, ты обнимаешь свое. До объятий с виолончели были занятия на фортепиано с трех лет, затем сразу две музыкальные школы, потом Петербургская консерватория, Базельская и Берлинская высшие школы музыки, консерватория Новой Англии в Бостоне. На вопрос о том, кому благодарен за то, что стал таким музыкантом, Иван без лишней скромности отвечает, что благодарен себе за то, что у каждого педагога смог взять свое, не исковеркать. — Анатолий Павлович Никитин, педагог в Санкт-Петербургской консерватории, говорил два таких слова, кучочком и кулечком, вот, чтобы это было, знаете, вот как вот, вот что-то очень нежное, что-то, знаете, как сердечко, да, и сразу, сразу было хорошо здесь, сразу понятно. — А бросить когда-нибудь хотелось вообще все это? — Конечно, и не один раз. Я хотел бросить в лончель, ну, и еще давно в детстве, и остаться на рояле, потому что у меня уже все получалось, вот, а здесь нужно, значит, сидеть, поворот, спина болит, руки, неудобно, вот, вечно идти в мозоли, да. — Второй раз было достаточно недавно. Это было в 2020 году. И я вот два месяца скитался в своих мыслях, все-таки вернулся, да, меня всегда вот человек, инструмент мой всегда ждет. Это тоже, кстати, очень помогает. Это есть куда вернуться. И не потому, что у тебя получается, знаете, как дом. Этот преданный человек достался Ивану от отца. Виолончель с таинственной историей и с непростым характером, требующим хороших, уверенных рук. — Это, на самом деле, такая штука, что есть инструменты, как страживарик, примерно, на которых, казалось бы, ничего делать не нужно. Инструмент сам играет. Но вот здесь такого не происходит. Все нужно делать, так сказать, самому. Характер инструмента боевой. Боевой, но интеллигентный. Я люблю давать клички каждому инструменту, вот, и этот инструмент — волчок. Вот волчок, потому что он еще не волк огромный, а вот именно такой, такой зубастый, очень, знаете, когда вот воюет за свою территорию. Для меня все-таки важна цель. В силу моего характера я люблю выбирать цель, стремиться к ней добиваться ее, торжествовать, так скажем, и идти дальше, выбирая следующую цель. Наверное, поэтому мне никогда не бывает скучно. Если бы музыки в вашей жизни не было, то что бы это была бы за жизнь? Автомобильный спорт. Да, я обожаю ездить, обожаю гонять, обожаю экстрим. И вожу, кстати, очень недорого. Сколько бы ни было насыщенным настоящее в искусстве, настает время подумать о будущем. Почему бы нам не дать задание на лето? Вслед за кураторами музея РАРТа, которые не так давно объявили конкурс «Генерируя искусство будущего». Само сочетание слов наводит на мысль о работах, создаваемых искусственным интеллектом. Но нет, в музее обращаются с призывом к живым, человеческим авторам. Представьте, что вы сами не еросеть. То есть нужно взять за основу ее подход. Смешать непохожие стили, добавить непривычные элементы, объединить какие-то разные техники. И сделать это может любой желающий. Например, к собственным впечатлениям от треков с плейлиста добавит свободная ассоциация из массовой культуры. В общем, что получится из этого, мы узнаем довольно скоро. Открытие выставки с работами победителей запланировано на 5 октября. А в качестве примера, как смешивать непривычные элементы, музей подготовил выставку одного из своих любимых авторов. Художник Дмитрий Жуков, автор скульптурной группы «Эра и арта», встречающий гостей музея у главного входа. На выставке еще несколько центнеров весомых работ и несчастливой мегабайты графики. Смотрим без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На новой сцене Александринки в последний раз показали мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет». Вернее, его последний показ готовилась запечатлеть для истории наша съемочная группа. И уже в процессе стало известно, что он продолжит свою жизнь на сцене и в следующем сезоне. Это мюзикл в жанре инклюзивного спектакля, где зрителей в общее действие вовлекают не только профессиональные актеры, но и студенты фонда «Антод тут рядом». Режиссер Борис Павлович много лет занимается экспериментами в этом непростом направлении. Дело в том, что здесь театр покидает привычную зону комфорта. Во многом пренебрегает собой как искусством ради того, чтобы глубже проникнуть в другую социальную область своего бытования. Это тоже миссия театра, но обычно мало обсуждаемая в художественных работах, как он помогает нам в реальной жизни. Здесь же становится первоочередной. Взаимная интеграция самых разных групп людей. Что может быть важнее даже с точки зрения образности? Это повод поговорить, насколько буквальное, почти документальное воплощение человеческой инаковости на сцене проявляет вечную тему одиночества и жажды быть понятым и любимым. Да, и обо всем вот этом мюзикл. Он собрал спорную критику. В сравнении с первоначальным обликом спектакль претерпел серьезные изменения. И вот обновленную, живую версию с интересом оценила Дарья Патрина. Зал ожидания на вокзале как точка перераспределения. Перекресток, где встречаются случайные люди и случаются спонтанные разговоры. Условное театральное пространство, внутри которого сплетаются светлые фантазии и абсолютно реальные истории. И внутри которого каждый может оставаться собой. Вот один из главных героев рассказывает о своей коллекции гитар. В реальности коллекция меньше, но история правдива. Ямаха, 71-го года. У меня их вообще несколько, у меня их 9 штук. Все как в спектакле, понимаешь? Что ты, нет, а в спектакле 20, у меня на самом деле 9. И на самом деле марка гитары одна, тут Ямаха, а на самом деле это Гибсон, ЕГ-200. Павел Соломоник любит рок, хард-рок и рок-баллады. И любит устраивать музыкальные викторины. Название спектакля «Жаль, что тебя здесь нет» – переиначенное им название альбома «Wish You Were Here» – Pink Floyd, 1975. Так сложилось, что один из наших участников, Влад Майоров, актер, он заболел раком и умер. И вот это название «Жаль, что тебя здесь нет» – оно оказалось уже наполнено таким прямым смыслом. И в общем, те идеи, которые были, может быть, такие, ну, просто интуитивные, вдруг сошлись, что это наш спектакль, посвящение нашему ушедшему другу. Этот мюзикл – результат разных образовательных программ для обычных и нейроотличных актеров. Они здесь бок о бок. Бокалы движения, создание масок и игра на музыкальных инструментах. Кто-то получал навыки, кто-то учился расширять собственные границы, иначе смотреть на мир, иначе его структурировать. Играть музыку можно не только по нотам, можно придумать свою знаковую систему, которая будет выглядеть на сцене эффектным видеоартом. Сочинить такую вещь – это значит поместить в новые непривычные обстоятельства и тех, у кого есть нотная грамота, и тех, у кого нет, и тех, кто с особенностями, и тех, кто без. То есть все попадают в новое поле, в котором они все равны. Мы уже на протяжении шести лет вместе, все друг к другу притираемся, находим такое пространство доверия, и в этом пространстве очень хорошо взаимодействовать и играть на сцене. И, конечно, этот спектакль – результат долгих разговоров о музыке в театральной компании «Разговоры». Кто-то видел себя эстрадной звездой, кто-то – супергероем звуковая волна, кому-то просто нравится танцевать, а кто-то готовится к очередному прослушиванию. Все озвученные мечты, так или иначе, включены в мюзикл. Как говорится, all-inclusive. Я когда-то играл в рок-группе, и мне этого не хватает. Я выхожу, играю, чувствую себя рок-звездой, люди фонариками светят, подпевают. Мне хорошо. Вот мне для этого. Как выяснилось, у нас у всех разный музыкальный вкус, и собрать это в какой-то именно стиль один было невозможно, поэтому мы решили сделать такой меломанский спектакль. И вот Антоша любит, ты любишь больше шансон, да? Для нас всегда секрет, что Антон будет петь на спектакле. Всегда новая песня и новая подводка к ней. В тот день на прогоне Антон Флёров пел песню Пахмутовой, а на спектакле исполнил медведицу Леонида Дербенёва. Я дома живу один, без родительской ласки. Вот. Их уже нет. Вот. Да, это печально. Поэтому такая мелодраматическая музыка? Да. Главное же инклюзивное достижение – эмоционально включить зрителей. Такую медведицу мы раньше не слышали и не знали песен, написанных специально для этого мюзикла. И, пожалуй, никогда прежде не перемещались из уютных кресел в зрительном зале на буйствующий танцпол, где бы все вместе – актеры, зрители, режиссеры и художники по костюмам – придавались чистой энергии музыке. Смотрите далее в культурной эволюции. Плавали – знаем. По волнам киномузыки Исаака Шварца. Выставка к столетию композитора на Ленфильме. У нас оркестр-то маленький, а музыканты большие в нем играют. Маленький оркестр и Алексей Гоман впервые выступили в Петербурге. Лично я рад, что у меня есть еще один повод вспомнить о юбилее Рихарда Вагнера, с месяца которого в Мариинке мы начали. В эти дни в Германии проходит знаменитый Байройтский фестиваль. Длится он больше месяца, и только там работает единственный в своем роде театр на Зеленом холме, придуманный самим композитором. В частности, там вы не увидите оркестр. Музыка, кажется, разлита во всем объеме зала. Дело в том, что у Вагнера было свое видение оперы. Он называл свои произведения музыкальными драмами и считал, что их основа нет не музыка, а сюжет. Вот он рождает музыку. Но музыка – это и есть то воплощенное действие, которое движет сюжет. Ну, мысль Вагнера, так что обдумайте. В этом году на фестивале много интересного. В частности, новая постановка «Парсифаля», где вагнеровскую неопределенность действия музыки на сцене умножает виртуальная обстановка. Режиссер Джей Шейп прибег к технологиям дополненной реальности. Детали постановки будут видны только в 3D-очках. Вот только зрители жалуются, что приборов на всех не хватило. Три сотни на почти две тысячи места. Ну что ж, главное же, да, не это. Как говорил Оскар Уайлд, музыку Вагнера я люблю больше всего на свете. Она такая восхитительно громкая, что можно болтать хоть весь вечер, не боясь, что тебя услышат соседи. Лучшее место для такого Вагнера – это уже наш фестиваль, традиционный open-air Opera 7. В этом году в его программе был «Летучий голландец». Ну и не только. Подробнее в нашем обзоре. Главный итальянец в России Фабио Мастранжело со своей командой чтит традиции. 11 лет назад фестиваль открылся первой русской национальной оперой «Жизнь за царя» Глинки, на месте с которого начался Петербург. Так и повелось. И нынешний год не стал исключением. Старт дал Садко римского Корсакова. Мы неоднократно показывали его оперы. По-моему, это была шестая, если я не ошибаюсь. Много римского Корсакова. И правильно, потому что я считаю его отцом русской оперы. В основе оперы о легендарном гусляре, которого за талант полюбила дочь морского царя и который отправился искать за морями свою птицу счастья, были на 12 века. Но и без внешних подсказок внимательный зритель мог считать актуальную подоплеку сочинения римского Корсакова. Садко – это вот такой артист-служитель, который достиг своего высшего пика в мастерстве. И он уже стал каким-то заштампованным, каким-то наносным. Таких звезд много. И ведь он правда ушел искать куда-то в неизвестные края новые темы, что-то себя как-то вдохновлять, чего-то там себе искать. А оказалось, что все, что ему нужно, здесь. Римский Корсаков признавался, что в его композиторский обиход вошли многие приемы Вагнера. И словно в пандан Садко фестивальной афишей оказался летучий голландец немецкого реформатора оперы. Объединяет их и море-океан, по которому плывут гусляр и корабль-призрак, и и реальные силы, искушающие героев. Но если романтическую мечту о несбывном в сердце Садко побеждает всепрощающая земная любовь, то летучего голландца ничто не может избавить от тяготеющего над ним проклятия. У нас любовь ничего не побеждает. Потому что для героини, которой казалось, что ее любовь способна что-то победить, она на самом деле была искушена идеей, что самоубийство может помочь чему-то. Противовес двум мистическим операм прозвучала Тоско Джакомо Пучини, действие которой разворачивается во время наполеоновского похода на Рим. Но героиня шедевра итальянского композитора еще одна грань женской сути. Тоско – нетерпеливая любава и небезоглядно жертвенная сцента Вагнера. Тоско – целеустремленная и жестокая женщина, которая во имя любви не остановится ни перед чем, даже предательством. Завершившая фестиваль комическая опера Моцарта «Так поступают все женщины», где герои словно в бомбентон играют в любовь, лишь на первый взгляд диссонируют с остальными постановками. Получается у нас один сквозной мотив, такая линия содержательная. Это мотив женской верности через призму былины, через призму оперы-легенды, через драму и через комический анекдот. Малочи и оперы так подходят архитектуре Екатерининского дворца, как творение Моцарта. В этом особая изюминка фестиваля – найти созвучие оперы и места. И поклонников петербургского опен-эйра всегда интригует, что станет его новой локацией. Конечно, в Петербурге и его окрестностях есть очень много красивых мест. Мы, конечно, побывали еще не везде. И в Павловске мы еще никогда не были. Думаем про Чесменскую церковь. То есть есть еще места, которые пока не наши, где еще не ступала нога оперы всем. Возможно, мы вас еще удивим. Фестивальная жизнь проводит лето в непривычных для искусства локациях. В начале августа состоится Всероссийская ночь заводов – фестиваль, в котором 18 крупных индустриальных объектов России пусть на одну единственную ночь сменят индустриальное предназначение на артистическое. Создатели пишут, что у многих давно уже чесались руки заполнить старые стены новыми звуками, светом и персонажами. Пестрый букет самых разных затей. Шоу, перформансы, концерты, инсталляции. И для нас особенно интересно, что программы для заводов Большого Урала, например, создавали в лаборатории новых медиа. Новые сцены Александринского театра. Так что на Челябинском трубопрокатном, на заводах Перми, Екатеринбурга, Тобольска пройдут спектакли и променады по специально для них придуманным сценариям. Ну а у нас в Петергофе на часовом заводе «Ракета» мультимедийный перформанс готовит студия «Дрим Лейзер». Что это будет? Ну, надо смотреть. Само желание существовать в новых декорациях, летних, неожиданных, свободных, оно сейчас повсюду. Даже выставку, посвященную юбилею замечательного композитора Исаака Шварца, на Ленфильме обставили как морское путешествие. Экскурсию на воображаемом кораблике по следам киномузыки Исаака Шварца совершила Катерина Картузова. Дамы и господа, капитан и экипаж рады приветствовать вас на борту теплохода Исаак Шварц. Вас ожидает эксклюзивная прогулка по волнам памяти и киномузыки легендарного композитора. Так отмечают 100-летие маэстро на Ленфильме. Первый этаж здесь превратили в причал. Хотелось напомнить людям о том, что музыка Шварца – это вот и есть тот спасательный круг в мире, скажем так, лишенном таких талантов. Спасательные круги дополняются маяками, которые нам показывают правильный путь. И, наконец, якоря привязывает нас к этим действительно настоящим ценностям, к нашей сокровищнице. Исаак Шварц – легенда Ленфильма. Именно здесь состоялся его полноценный дебют. В 1959 году в фильме Владимира Шределя «Неоплаченный долг» впервые прозвучала песня «Проходные дворы». Для Шварца не было неудобного жанра, которого бы он избегал. Комедийные мотивы, трагедия, захватывающие приключения. Автор мелодии более чем к 120 картинам. Для выставки отобрали 14. Эта карта показывает то, что на втором этаже остановки, по которым мы будем путешествовать. Каждая остановка – это фильм. Будет голос экскурсовода, который будет рассказывать вам о каждом фильме, как о некой достопримечательности. Это, во-первых, «Дикая собака Динго», с чего вообще можно считать начало кинокарьеры Исаака Шварца. Великолепное кино с юной Галиной Польских, безумно красивое. Композитор работал в тандеме с Пырьевым, Карасиком, Соловьевым, Мотылем, Мельниковым, Татарским. Их портреты украшают стены причала. А еще обратите внимание на фотографию с Акуджавой. Вместе они написали более 30 песен. Для Акуджава совсем не нужна была чья-то музыка. Он ходит на трех аккордах, но он играл и пел душой, скажем так. А Шварца, сколько песен Шварца на стихе Акуджава. И немного композиторов, кто писал музыку на стихе Акуджава. Добро пожаловать на борт. Вместо иллюминаторов – экраны. Полюбоваться зрители могут не только кинокартинами, но и открывающимися туристическими видами. Проплыть вдоль Петропавловской – звезда пленительного счастья. Проехать от аэропорта до набережных – это уже в культовом теледетективе «Золотая мина». И все это под музыку Шварца. Мы все в детстве любили фильм «Золотая мина», потому что это своего рода был пароль. Если человек не смотрел «Золотую мину», он не мог понять, когда кто-то говорил «Ну что, доктор Юнеовал?» Если человек понимал и продолжал какой-то отрывок фразы, было понятно, что человек из твоего круга, и вы найдете общий язык. Музыка к «Золотой мине» создает такое настроение вроде бы прогулочное. Там есть темы тревоги, там есть темы такого нагнетания, какого-то саспенса. При этом, что интересно, это звучит в принципе одна мелодия в разных вариациях. Музыка Шварца – визитная карточка советского кинематографа и города на Неве. Интересно, что зачастую его музыка ассоциируется не с фильмами, которым она была написана, а с определенным состоянием души. И поэтому она находит отклик в каждом. Отплетие теплохода каждые два часа до конца лета. Не проходите мимо. Смотрите далее в «Культурной эволюции». У нас оркестр-то маленький, а музыканты большие в нем играют. Маленький оркестр и Алексей Гоман впервые выступили в Петербурге. В Эрмитаже завершилась выставка одной картины. Легендарный остров мертвых Арнольда Беклина в конце прошлого года был приобретен в музее. Ну, вернее, один из островов. Художник написал пять вариантов этой картины, а потом еще одну вместе с сыном. Вот она-то и была выкуплена у частного владельца. То есть шестая. Интересно, что это слегка неприличное число повторений. Здесь не след долгих поисков авторам окончательного выражения замысла. А в большей степени след невероятной популярности сюжета у современников. Копии картины висели чуть ли не в каждом российском доме, обитатели которого полагали себя людьми, тягощенными культурой. Художник не в силах превозмочь коммерческое искушение, вновь и вновь возвращался к сюжету, которого от него ждали. И вот это может дать нам прекрасную иллюстрацию того, как опасно для творца сделать блестящую работу. Пишешь ты хиты, и на концертах ждут только его. Поклонники требуют написать, а что же было дальше с героем. А у киносаги, ну, киносаги, вы же знаете, тысячи косплейщиков. Вот и с «Островом мертвых» было бы так, но нет. Поскольку среди множества его продолжений в живописи сюжет получил совершенно невероятное, гениальное продолжение в музыке. «Остров мертвых» не просто одно из лучших, это знаковое произведение Сергея Рахманинова. Подробнее Виктор Высоцкий. То, что над значительными произведениями искусства времени властно, мы теоретически знали давно. Но вот теперь получили еще раз табу подтверждение, когда благодаря выставке картины Арнольда Беклина «Остров мертвых» теперь уже в статусе собственности Эрмитажа. О ней вновь возбужденно заговорили, как и более ста лет назад. Этому «Острову мертвых» почти сразу же после его завершения суждено было стать русским. Главным образом из-за того, что довершать картину в 1901 году пришлось сыну Арнольда Беклина – Карлу. Карл Беклин был теснейшим образом связан с Россией. Он был женат на дочери редактора «Московских ведомостей» Вальдемара Грингмута. И, как предполагается, в подарок своему тестю, ну, либо же по его заказу, Карл Беклин и исполнил вместе с отцом версию самой, пожалуй, знаменитой его тогда картины. Картина могла оказаться в России либо как подарок для Грингмута, либо чуть позже, когда у Карла Беклина была выставка в Московской галерее «Ле Мерсье» в 1913 году. Технические возможности тиражирования произведений искусства в эпоху Беклина и разумный маркетинг сотворили необыкновенную славу его картине. Сегодня ее можно было бы назвать живописным хитом своей эпохи или даже попсой. Для последующих же эпох она стала мифом, позволяя вчитывать в себя больше смыслов, чем, возможно, вкладывал в нее сам автор. Она задавала вопрос о существовании человека, о его приходе и его уходе, но в очень комфортной эстетической оболочке, которая была приятна глазу, которая была интересна, которая давала повод для размышлений, но не для ужасов. Своей замкнутостью и закольцованностью выставка сама напоминает некий остров, на котором происходит жизнь, заканчивающаяся на острове Беклина. Но если в атриуме того же главного штаба сыграет еще и симфоническую поэму Сергея Рахманинова «Остров мертвых», возникает удивительный парадокс. Призванный хранить мертвую тишину, остров звучит. Будучи апофеозом смерти, он порождает жизнь другого искусства. Возникает вопрос, слышим ли мы тот остров, который видим глазами? Мне не кажется, сейчас, рассматривая эту картину, что это как-то очень близко связано. Интересно ведь, что он сказал, что хорошо, что я увидел черно-белую репродукцию, иначе бы я этой пьесы не написал. А если бы он не написал ее, это было бы очень жалко, потому что пьеса гениальная просто. Тот факт, что на Рахманинова произвело впечатление черно-белое воспроизведение картины, прежде чем он увидел оригинал, означает, что для композитора оказалась важна прежде всего идея, философский месседж, в нем заложенный. Каким образом в сочинении Рахманинова произошла перекодировка зрительного образа в звуковой? Повторяющийся мотив в симфоническом поэме создает впечатление остановившегося времени. Впечатление, которое мы получаем также от группы кипарисов в центре картины. Самое главное, мне кажется, что у него получилось создать очень особенное и очень значительное сочинение. Ну, конечно, на тему смерти, это понятно. После этой пьесы особенно веселиться не хочется, хочется побыть одному, лечь лицом к стене, что-то такое. Да, действительно, хочется отвернуться к стене, но не к любой какой-нибудь, а к той, на которой висит «Остров мертвых» Арнольда Беклина. Ну и в заключении несколько общих слов, которые хочется успеть сказать перед тем, как наша программа уйдет в отпуск. Не только мне, не только всем журналистам, редакторам и режиссерам нашей программы, но и всем тем, кто сейчас следит за нашей работой в аппаратной, смотрит на происходящее через объектив телекамер и даже нашим многочисленным героям, о которых мы рассказывали весь год. У всех, без исключения людей, занятых, связанных с вот этим невероятным делом, которое называется искусство, нет, нет, да и возникнут сомнения. А нужно ли оно людям? Как очевидно, им нужны вкусная еда и здоровый сон. Ну, мы неоднократно убеждались, что нужно. Большое спасибо, что вы были с нами. И, пожалуйста, продолжайте. Из личного опыта могу сказать, что именно обращение к искусству – это лучший ответ в любой жизненной ситуации. И хороший, и плохой. Идите в театр, на выставку, концерт, и что-то в вас сдвинется куда-то дальше. В ближайший летний месяц в нашей культурной столице и за ее пределами множество вариантов. Мы же сейчас оглядываемся на прошедший сезон с легкой ностальгией. Так всегда бывает, когда мы обращаемся к чему-то хорошему, чтобы прошло. В том же настроении наш заключительный в этом сезоне сюжет – о концерте маленького оркестра Алексея Гомана в джаз-клубе Игоря Бутмана. Обо всем – Дарья Патрина. Приглашенный свет, ламповая атмосфера. Музыканты негромко перебрасываются фразами. Идет сон-чек перед первым концертом маленького оркестра в Петербурге. Сцена, напоминающая ракушку на танцплощадке в Советском парке культуры, как нельзя лучше подходит для этого музыкального проекта. Он соткан из реальных песен эпохи Оттепеля, стихов Серебряного века и современной авторской музыки, навеянной фантомной ностальгией по советским 50-м. Однажды лидер группы «Фрукты» Саша Даль предположила, что певцу Алексею Гоману очень подойдет советский репертуар. Но только в пандемию с ее странным течением времени появились возможности для первых репетиций. Мы поняли, что нам очень не хватает вот этой вот музыки. Не то что советской, а именно 60-х, 50-х годов. Знаете, 60-х, наверное, годов, когда были времена Оттепеля, когда люди думали о любви, о космосе, когда сердца были полны надежд на будущее. И тогда и музыка писалась какая-то особенная, особенно жизнелюбивая. Мы погрузились в эту атмосферу, как-то все объединились вокруг этой музыки. И даже авторские композиции перекликаются с музыкой той эпохи. И это прекрасно. Авторская музыка – 80% этой программы. Сложные стихи Цветаевой, Гумилева и Веры Инбер гармонично ложатся на камерную стилизацию советской эстрады. И кажется, что разрыв почти в 70 лет формально преодолим. Это на самом деле как такой некий пазл, который складывается из каких-то характерных таких маркеров вот этого стиля. Когда есть стихи хорошие, и пытаешься просто услышать, как это могло бы звучать тогда, все ложится и рождается. Воздействует и винтажная стилистика исполнения. Так или иначе, каждый из музыкантов маленького оркестра вырос на творчестве Вертинского и Петра Лещенко, на музыке Таревердеева и Артемьева. И это не прошло бесследно. Больше внешности в данном случае имеет значение какая-то манера и какая-то подача, потому что тому времени присуща какая-то стать, сдержанность, ну вот изящество какое-то, чего сейчас мало. Общий оттепельный вайп струится как будто сам по себе. У каждого, кто стоит на сцене, есть нет, не воспоминания. Для этого они слишком молоды, но свое представление о той эпохе. Есть такое замечательное слово «хорошо». Все как-то хорошо было у них в тот момент. И на душе, и в жизни. И все ждали чего-то, все к чему-то шли, стремились, объединенные одной целью. Какой-то камень с души спадает, и ты такой вдыхаешь в полной грузии. Вот это времена оттепеля для меня. Первое слово, которое ассоциируется, это надежда. Надежда, ну и вера в какое-то светлое будущее, какая-то легкость. Как референсы в кино, «Три тополя на плющихе» и «Я шагаю по Москве». Свежесть после летнего ливня. И пусть в новых песнях маленького оркестра нет аутентичного оттепельного жизнелюбия. Они написаны в другое время. Время без надежд. Но и в них чувствуется воздух. Тот самый люфт, который можно взять перед тем, как произнести следующую фразу. Ну, на сегодня это все. И я рад бы сказать, что в следующий раз мы встретимся через неделю. Но программа «Культурная эволюция» уходит на каникулы и вернется в эфир телеканала «Санкт-Петербург» в самый первый день осени. И мы могли бы сейчас рассказать, что вы увидите в новом сезоне. Но зачем же портить сюрприз и радость от будущей встречи? Меня зовут Вячеслав Рязаков. Увидимся в новом сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин